Всем привет! Я Виктор Стельмах и это мой видеоблог Стельмах про авто. Я рассказываю здесь о том, чего вы не прочтете в официальных релизах автомобильных производителей. И сегодня у нас на тесте бюджетный, большой, я бы даже сказал огромный седан Ниссан Сентра. Он у меня в максимальной комплектации, которая стоит 400 тысяч гривен. И за эти 400 тысяч гривен я получаю много чего. Чего я вам сейчас расскажу и покажу. Выглядит Ниссан Сентра жирно, по-богатому. Светодиодные фары, ксеноновые. Легкосплавные диски. Красивые. Сам автомобиль имеет серьезный вид. Хотя и немножко напоминает по внешности. То ли Hyundai Elantra, то ли еще какой-то другой. Тоже массовый автомобиль. Вот здесь вот фирменная задняя стойка. Вот такая вот. Сейчас такая фирменная задняя стойка у всех новых автомобилей Ниссан. Очень красивые задние фары. И спереди, и сзади Ниссан Сентра. Выглядит очень солидно. Очень. Вот эта комплектация, которую я тестирую, это полный фарш. И этот полный фарш стоит всего 400 тысяч. Гривен, разумеется. Мы в салоне Ниссан Сентра. Сразу же обращает на себя внимание навигатор. Навигатор с картами за 400 тысяч гривен. Это хорошо. Климат-контроль. Автоматическая коробка передач. В автоматической коробке передач есть даже L-LOW. То есть, грубо говоря, такая себе понижающая передача для того, чтобы ездить в мороз, по льду, по грязи. Но она увеличивает тягу. Ездить на ней можно на скорости до 30-40 км в час. Но обычно в плохих условиях быстрее и не ездишь. И это такая хорошая штука, которая может зимой пригодиться. Смотрите. Тут есть кнопка старт-стоп. Этой кнопкой заводится мотор. Еще тут есть радио. Подключение мобильного телефона. Вот такая панель приборов. Простенькая. Но с настоящими стрелками. Никакой цифровой обманки. Все по-честному. Вот у меня сейчас потребление бензина 7,6 литров на 100 км. Это при том, что я делаю съемку с работающим мотором. 7,6 литров на 100 км. Среднее потребление по городу с автоматической коробкой передач и с мотором мощностью 117 лошадиных сил. Неплохой показатель. Неплохой. Оформление интересное. Под карбон. Вот. Но это, конечно, это, конечно, пластик. Но выглядит неплохо. Мне нравится многофункциональный руль. Здесь вот увеличивается громкость и уменьшается радио. Здесь мы переключаем режимы. Здесь мы переключаем программы радио. Здесь мы переключаем разные показания. Вот смотрите. Сейчас я буду нажимать на вот эту вот кнопку и будут разные показания. Раз. 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 Показывает, кстати, сколько до заправки вот только что было 104 км осталось. Сколько мы проехали. Какое среднее потребление топлива. Вот. 7,6 литра на 100 км. Совсем неплохо. И с этой стороны у нас тоже подключение мобильного телефона. Сброс счетчика. То есть многофункциональный руль это отлично. Кроме того, за 400 тысяч гривен я хочу еще раз подчеркнуть эту цифру. Здесь есть датчик света и дождя. Здесь есть, вот смотрите, складывающиеся зеркала. Вот кнопка Close. Open. Вот зеркало у нас сейчас в рабочем состоянии. Я нажимаю Close. раз зеркальце сложилось. Нажимаю вот нажимаю Open. Зеркальце открылось. Хочу обратить еще внимание что тут как я уже говорил кожаные сиденья. Сиденья нормальная в общем кожа с запахом кожаным а не с подогревом. То есть зимой вам будет не холодно утром садиться на такое сиденье после того, как машина ночь простояла на стоянке. Но самое главное в Nissan Sentra можно дополнительно опционально за дополнительные деньги купить еще опцию вентиляции сидений. Такого тоже нету у большинства автомобилей или у многих автомобилей классом повыше чем Sentra. В салоне у Nissan Sentra места просто фантастически много. Сзади я спокойно могу сидеть сам за собой на водительском кресле на настроенном под себя водительском кресле вот у меня еще вот столько места до салона до коленей от спинки переднего сидения а водительская спинка подвинута еще дальше вперед и у меня тут еще больше места будет если я сяду за водителем тут у задних пассажиров есть обдув собственный что очень хорошо тут у них еще какая-то заглушка непонятно неважно вот есть откидной подлокотник с подстаканниками сиденья складываются спинки сидений складываются вот так вот просто-напросто раз и точно так же складывается вторая часть сидения вот эта вот спинка с двумя подголовниками и получается багажник еще больше огромный багажник пластик жесткий здесь мягкий приятный такой хороший вариант тут карманы удобно тут для бутылок отлично специально хочу обратить внимание на то какой у Nissan Centra огромный багажник его объем 511 литров наверное это самый большой багажник в этом классе а класс Nissan Centra это C-High причем чего нету даже у многих автомобилей классом повыше этот багажник от ключа открывается с брелка с ключа то есть это фактически доступ к багажнику который называется свободные руки вот смотрите я нажимаю не сработало открываем вручную и вот смотрите какой здесь роскошный просто огромный багажник тут может сидеть два человека скрючившись конечно что немаловажно есть культурная ручка чтобы закрывать крышку багажника и не пачкать руки разобрались открывается с ключа это очень удобно очень хорошо вот я нажимаю получилось все дело было в том что просто оно открывается так когда машина заперта на замок а когда двери у машины не заперты на замок с ключа она не открывается вот и все мотор в ниссане центра 1.6 литровый мощностью 117 лошадиных сил 4 цилиндровый вот так вот он работает аккумулятор специально для наших условий повышенной мощности соответственно он должен легко заводиться в мороз точнее аккумулятор должен легко заводить машину в мороз сейчас мы проверим сколько у ниссан центра оборотов руля от упора до упора 1 2 получается 3 с четвертью у ниссан центра 3 с четвертью оборотов руля от упора до упора но управляется она вполне прилично и ездит она неплохо в меру динамично хотя тут в коробке передач нету режима спортивного нету режима спортивной езды но для тех кто покупает такие седаны это может быть и не так важно для тех кто покупает такие седаны очень важно чтобы в этих машинах было много места чтобы они были большими чтобы они были экономичными и чтобы они были эти машины недорогими у ниссан центра все это есть я скажу больше ниссан центра может ехать по трассе со скоростью 150 а то и 160 километров в час я проверял это на бориспольской трассе больше уже ехать было страшновато но 150 четких она идет у ниссан центра прекрасная подвеска энергоемкая мощная она прекрасно проходит лежачих полицейских дорожный просвет 155 миллиметров на этом автомобиле можно спокойно заезжать на бровку то есть это отличный бюджетный вариант большой машины для семьи для какого нибудь бизнесмена средней руки это хорошее предложение ниссан центра это автомобиль для тех кто мечтал себе купить дорогую ниссан тиана но у него не хватало денег теперь для этих людей есть хорошая новость эта новость ниссан центра это автомобиль практически такой же во всяком случае по внешнему виду он похож я думаю так специально сделали он очень похож на ниссан тиану по размерам он тоже очень большой и по комплектации и комплектация у него тоже очень хорошая единственное что конечно тут не такой мощный мотор но зато здесь и не такая большая цена соответственно те кто мечтал о те кто те кто мечтал о ниссане тиана вполне могут обратить внимание на ниссан центра подписывайтесь на мой видеоблог читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу стель магдас авто на радиовести и конечно ставьте лайки лайки